Немного ложный вынос эта структура не напоминает, я имею ввиду вот это вот, соответственно, движение вниз, потому что на ложном выносе все-таки, коллеги, мы ожидаем увидеть примерно вот подобную картину. То есть, когда рынок просто улетает на огромном повышенном объеме и также резко разворачивается, мы обычно тогда говорим о том, что это ложный вынос. Мы видим, что здесь подобного не произошло, то есть, не было такого большого крупного объема. Тем не менее, коллеги, тем не менее, мы все-таки продолжаем торговаться вот в таком большом-большом флетовом канале, соответственно, на дневках. И мы видим, что рынок у нас двигается достаточно, собственно говоря, христоматийно в этом канале. Что здесь можно посоветовать на следующей неделе? В общем, в целом, такой же прогноз, как и в прошлый раз. Торгуемся, соответственно, от границ данного канала. Сейчас мы подошли к верхней границе, если вы обратите внимание. Но при этом лой, прошу прощения, а хай последующий у нас соформируется ниже. Но лои при этом не обновляются. Что это говорит? Это говорит о том, что в рынках у нас потихонечку появляется мощный покупатель. Этот мощный покупатель, понимаете, он может сделать нам, соответственно, кирдык в рынке и может просто очень сильно агрессивно продавить рынок вверх. Важно, чтобы на следующей неделе он появился. Как мы можем этого покупателя найти? Мы можем его найти по следующему параметру. То есть, обратите внимание, вот здесь у нас есть предположение, что тут у нас, соответственно, сейчас, вот прямо сейчас находится в рынке агрессивный покупатель. Но прежде чем этот агрессивный покупатель сможет продавить цены вверх и прежде чем рынок улетит, соответственно, вверх, мы должны увидеть, что этот крупный покупатель, во-первых, имеет достаточно много денег, чтобы продавить движение вверх. И, во-вторых, он должен победить того продавца, который, соответственно, данное движение сформировал, ну, поставил, так скажем, свои лимиты и от которых рынок у нас, соответственно, упал вниз. Что мы здесь можем ожидать? Вот в случае, если мы говорим о таких глобальных долгосрочных покупках, то мы, конечно же, ожидаем пробоя последующего хая, то есть примерно вот этого хая и вот этого хая и ждем закрепления. То есть примерно вот подобной модели мы ожидаем в случае, если мы хотим здесь прикупить. И дальше уже, соответственно, на данном откате можно уже заходить в позицию и держать эту позицию. Давайте мы определим такую глобальную-глобальную цель до вот этих вот ближайших хаев, до вот этих вот максимумов. Давайте я здесь уберу вот этот уровень и поставлю уровень чуть повыше, потому что здесь есть все перспективы движения вверх. Но это только в случае пробоя вот этой границы. До этого момента постарайтесь не покупать, потому что велика вероятность, что вот этот продавец, про которого я только что говорил, который здесь сейчас находится, он сможет поглотить этого покупателя. Нам нужно иметь стопроцентные гарантии, что этого продавца здесь не осталось, и тогда мы можем заходить в покупки. Локально на следующей неделе можете дальше торговаться в рамках вот этого тухлого-тухлого, собственно говоря, флета, то есть вот таким макаром, но ожидайте глобального движения вверх. Это что касается, соответственно, евро. Итак, мы видим, что рынок очень сильно упал, даже на дневках мы подошли к достаточно важным, соответственно, ключевым точкам. Это ключевая точка 1.27.938, и это уровень очень мощный. Если мы сейчас откроем часовик, мы увидим, как рынок от него очень резко вылетал. Здесь раньше даже находились продавцы у данного уровня, которые пытались шортить этот рынок, достаточно сильно пытались шортить, но даже их, собственно говоря, поглотили. Это область такого повышенного интереса, и вполне вероятно, что рынок сейчас у нас будет реагировать на данную область, будет он реагировать определенными вещами. Какими конкретно, сказать очень трудно, потому что сейчас мы находимся на такой точке, собственно говоря, неопределенности. Все-таки вот эти вот лои, про которые мы сейчас говорим, рынок должен показать, так сказать, некое движение вокруг этих лоев. Пока что мы только к ним дошли, и сказать, будет ли пробой, соответственно, этого минимума, очень-очень проблематично. Здесь по структуре движения цены, если вы обратите внимание, рынок очень сильно ускорялся, ускорение это всегда признак последующего разворота. Но и здесь, если вы обратите, также у нас было ускорение в четверг на повышенных объемах, при этом реализации этих объемов не последовало. Мы видим, что у нас сейчас возросла волатильность, и рынок находится, собственно говоря, на лоях, и он здесь увеличивает волатильность, начинает вот так вот прыгать вверх-вверх-вверх-вверх-вверх-вверх. Это, опять-таки, один из показателей, когда подобное происходит, это означает, что здесь вот прям активно происходит столкновение интересов. С одной стороны, у нас есть очень агрессивные продажи, которые сформированы, возможно, фундаментальными факторами, возможно, сформированы в целом новостной повесткой и в целом происходящими экономическими процессами и так далее. Плюс здесь еще подключаются реагирующие трейдеры. Если вы обратите внимание, рынок очень сильно падал, и понятно, что на данный момент всем становится очевидно. Если хочешь зарабатывать, нужно продавать. Кроме всего прочего, вот это движение вниз, оно тоже заманило продавцов, соответственно, в своей позиции. И сейчас у нас происходит активное столкновение интересов. С одной стороны, у нас есть покупатели, которые откупают данный уровень. Вот этот уровень, который здесь, соответственно, я наметил. Мы видим, как рынок очень сильно на него реагирует. Но любое повышение цен воспринимается трейдерами, в данном случае, локально, как возможность продать данный инструмент подороже. Вот у нас есть шпильки, которым об этом свидетельствуют. Исходя из этого, тактика на следующей неделе примерно будет заключаться следующая. Сейчас я запишу фунт. Фунт. По фунту у нас есть все перспективы движения вверх. Но только в случае, если мы пробьем примерно вот этот вот лой. Вот этот лой пробиваем. Тогда у нас есть все возможности пойти наверх. То есть вот такой сценарий мы можем заложить в свою торговлю. Здесь ближайшая цель. Это диапазон 1.30.686. И далее, в случае его пробоя, мы можем двигаться к 1.32.049. То есть примерно подобный сценарий. Если говорить о продажах, продажи сейчас, я думаю, я воспринимаю эти продажи с очень высоким риском. И на данный момент я не вижу, собственно говоря, никаких предпосылок того, что у нас будут доминировать продавцы. Мы видим, что у нас вот это движение, даже если 4 часа открыть, оно сильно ускорилось. И вряд ли у нас сейчас в рынке появится, соответственно, инициатива, появятся еще какие-то, например, стопы покупателей для того, чтобы двинуть рынок вниз. Также, возможно, мы не видим здесь появление огромного предложения со стороны, собственно говоря, продавцов. То есть рынок двигается вниз, он уже прошел определенный ход. И он уже потихонечку стал, собственно говоря, разворачиваться. Единственный момент сейчас у нас должно быть движение вверх. В общем, здесь закладываю я движение вверх, то есть лонговое движение, но не от существующих точек, а, соответственно, по тому сценарию, который я вам обозначил. До этого момента рекомендую вам особо ничего не делать. То есть вставать в продажи, на мой взгляд, достаточно рискованно. Да, рынок может, конечно, пойти наверх, соответственно, вниз и так далее в продажи, но эта сделка будет с высоким риском. Поэтому, если уж залетаете в продажи, залетайте с небольшими, соответственно, объемами, так, чтобы много не потерять. По канадцу. В прошлый раз я говорил, что, собственно говоря, по канадцу у нас такая каша происходит. Но все-таки рынок как-то потихонечку стабилизировался. Каша, я имел в виду, что когда вот мы находились здесь, давайте я посмотрю, какое это было число. По-моему, четвертое, пятое было число. Ну, да, вот мы были вот здесь, если помните, здесь с одной стороны я говорил о том, что, ну, коллеги, ну, как-то вот вроде бы здесь у нас продавец, а с другой стороны вроде бы у нас тут и покупатель есть. Ну, какая-то каша, да, какая-то каша. Все-таки эта каша стала немножечко проясняться. Мы видим, что рынок у нас потихоньку-потихоньку стал отрастать. Причем довольно неплохо стал отрастать. Стал отрастать на агрессии, которая появляется в рынках. Также мы видим, что у нас здесь появляются крупные шпильки с объемом, что также указывает на такое агрессивное, собственно говоря, покупателя. Видим, как на новостных параметрах рынок тоже довольно неплохо отрос. И что самое характерное, рынок после взлета своего, он не скорректировался вниз, то есть он не дошел до точки взлета. Он, наоборот, он формирует новый алой чуть выше предыдущего, что, конечно же, указывает на интерес покупателей и дальше покупать даже по существующим ценам, которые на данный момент, ну, явно, собственно говоря, достаточно высоки, если мы говорим в целом о структуре движения. Очевидно, что мы забрались вверх и забрались к вот этой точке ликвидности 1.31570, где трейдеры массово будут принимать решение, чтобы данный инструмент у нас удерживать. Видим, что рынок его не сразу, собственно говоря, пробил. Вначале он раз подошел здесь, ничего не получилось, откатил. Вот только на новостных параметрах с огромным, собственно говоря, объемом, с огромной волатильностью удалось пробить данную плотность и рынок, собственно говоря, улетел. Сейчас мы что можем здесь ожидать? Мы можем, конечно же, ожидать того момента, что рынок начнет немножечко корректировать, соответственно, свою цену и уйдет в диапазон, ближе к диапазону 1.31570. И дальше уже здесь нужно будет, соответственно, данный инструмент ловить для того, чтобы чуть-чуть дальше, соответственно, его продать. Почему-то у меня здесь какая-то трендовая линия, мы ее выставляли. Да, я вспомнил, я вспомнил, почему я даже говорил кашу на прошлой нашей встрече, потому что, с одной стороны, тут и тренд такой медвежий, а с другой стороны, здесь были и хвосты. Я говорил про покупателя, поэтому я здесь и записал кашу. Собственно говоря, мы видим, что мы пробили этот долгосрочный тренд и, конечно же, сейчас всех вот этих вот товарищей начнет, собственно говоря, стопить. К чему я говорю? К тому, что мы сейчас зависли, соответственно, вот в этой большой-большой плотности и, вполне вероятно, дальше начинаем двигаться выше к уровню 1.33.32.294. Соответственно, после того, как мы подходим к этой плотности, ожидаем, что здесь у нас будет реакция людей на продажи. То есть здесь у нас начнутся, появляются лимитные ордера на продажу данной плотности. То есть примерно вот такой сценарий я ожидаю. Здесь уже нужно будет ловить. В случае, если рынок потихонечку здесь начнет топтаться, уходить в пилу, там, в коррекцию и так далее, можем еще раз прикупить до, соответственно, данной области. Я к чему это говорю? К тому, что канадец мы торгуем сейчас больше локально. Не делаем глобальную, соответственно, какую-то повестку, делаем больше все вот такую локальную торговлю. Давайте мы, я запишу по канадцу локально, локально вверх. Перейдем теперь к австралийцу. Австралийц. Здесь ситуация, коллеги, не поменялась. То есть на прошлый раз я говорил о том, что, господа, вот как только мы выйдем с этого флета, здесь нужно будет покупать и покупать долгосрок до вот этой намеченной цели. Мы ее поставили, 0.74232. В принципе, этот прогноз до сих пор остается. Он ничего как бы не поменялось. Точно так же пытаемся найти покупки от вот этой цели, 0.72584, то есть вот этого диапазона, до 0.74232. Понятное дело, выставляете, коллеги, стопы. Понятное дело, что в случае чего, если рынок будет разворачиваться, встанем разворот. Но пока больше, вероятно, конечно же, движение вверх. Потому что мы видим, что здесь у нас находится мощный покупатель. Этот покупатель, его пытались даже вот здесь продавить. Смотрите, вот здесь пытались его продавить. Не получилось. Кроме того, ну здесь на 4-х часах явно бычатерен. Явно бычатерен. И я думаю, что не нужно быть здесь даже аналитиком, чтобы понять, что, конечно же, инструмент будет потихонечку-потихонечку дальше двигаться вверх и вырастать. Пока такая картина по австралийцу. В общем, как и в прошлый раз. Как и в прошлый раз. Давайте смотреть иену. По иене, коллеги, ожидали. По иене, собственно говоря, движение вверх. И это движение вверх, оно оправдалось довольно неплохо. Давайте я, собственно говоря, покажу бумажку. Вот у нас иена. Вот она, иена. Не движение вверх, прошу прощения, флет. Тут вверх-вниз у меня стоит стрелочка. В следующий раз буду побольше брать пространство. Вверх-вниз, собственно говоря, флет ожидали на этой неделе. Флет подтвердился. Этот флет остается на следующую неделю, ничего не меняется. Точно так же, как и по австралийцу. На 4-х часах вот у нас есть глобальный такой флет. 106-524 верхний диапазон, 105-301 нижний диапазон. Вот в рамках этого 4-х часового флета, собственно говоря, торгуемся. С большой вероятностью, конечно же, иена пробьет верхнюю границу рано или поздно. То есть это произойдет рано или поздно. Но это одна из вероятностей, которую мы как бы ожидаем где-то там на горизонте. Когда она произойдет, бог его знает. Рано или поздно мы зайдем, конечно, в эту покупку. Но пока торгуемся точно так же в этой флетовой ситуации. В этой флетовой ситуации. Поэтому здесь мы все-таки ожидаем больше такой флет. Перейдем теперь к битку. Биток. Что касается битка. Так вот, вчера мы, собственно говоря, сидели с ребятами. И я к чему это говорю? К тому, что я говорил о том, что у нас здесь такая ситуация довольно неоднозначная, что касается крипты. У нас такие вот мощные объемы, вроде бы они проходят снизу. Вот. Вот у нас горизонтальные объемы. И здесь, видите, прям по самым лоям на уровне десятки проходит очень много объема. И рынок после этого просто улетает. Просто улетает. Конечно же, это говорит о том, что у нас здесь на лоях кто-то закупается данным инструментом. Прям вот на минималках, можно сказать. И рынок, как конкретно от его спроса, от спроса этого покупателя, очень, собственно говоря, улетает довольно неплохо. Но в то же самое время, коллеги, обратите внимание, та же самая петрушка происходит, но уже с движением вверх. То есть рынок у нас выходит наверх. Формируются опять вот эти вот красные полоски. Это не просто так вот красная полоска. Да, просто там кто-то... Нет, это крупные, собственно говоря, заявки. Это исполняющиеся заявки. Это крупный объем. И понятно, если кто-то сверху на уровне 10200, на уровне 10300 скидывает, соответственно, свой инструмент, то это тоже говорит, конечно же, о предложении. О том, что в рынках у нас здесь продавец, собственно говоря, выходит. Возможно, конечно, это может быть один человек. Мы этого не знаем. Но в целом вот здесь структура показывает примерно подобное. Что рынок пробивает верхнюю границу и топчется вокруг, соответственно, вот этих вот лимитов, которые находятся наверху. Здесь, конечно же, в рынке больше спроса биткоин. Ну вот, если мы рассматриваем биток, больше здесь спроса такого локального. Вопрос. Сможет ли этот спрос продавить дальше 10400, 10500 и рвануть наверх? Я пока затрудняюсь в ответе. Пока мы торгуем вот опять-таки локальную картину. Вот у нас есть флэт 10400. От вот этого продавца, который здесь кидывает инструмент, мы торгуем до десятки. То есть примерно сюда. И торгуем пока что вот такую локальную картину. В случае, если рынок начинает волатильно вырастать, если биток начнет волатильно вырастать, вот прям вот, прям волатильно вы увидите прям вот волатильно. Ну, в общем, обычное классическое движение по битку. Вот резкий всплеск. Просто прямо по рынку. Но, конечно, выставлением стопов, с пониманием рисков и так далее. Просто прямо по рынку будете заходить. Что-то сказать больше по битку очень сложно на данный момент. Я думаю, что здесь все-таки вот эти объемы начнут формироваться уже вверх. Стала формироваться по золоту такая классическая фигура под названием, собственно говоря, клин. Вот она. Я не любитель, конечно, классических фигур, теханализа. Но клин является фигурой, конечно, продолжения. Насколько я помню, вот это дневки. Видите, у нас тут клин такой формируется. Конечно, много экспертов связывают с тем, что сейчас кризис, собственно говоря, уйдет. И золото начнет падать. Золото перекупили. И так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, в целом, если мы смотрим на структуру движения цены, пока мы торгуем такую флотовую логику. Вот у нас есть верхний уровень 19.60. Нижний уровень 19.26. Покупаем от низа, продаем от верха. Все на самом деле просто. Если говорить о долгосрочной картине, то, конечно же, после подобного накопления рынок начнет вырастать, на мой взгляд. И он будет очень дико вырастать. У меня немножко есть деньжат в ETF на золото. Совсем немножко. Я его покупал достаточно высоко. Тогда, когда, собственно говоря, инструмент, по-моему, был вот здесь. Вот здесь я его покупал. То есть вот в этот момент. Рынок выстреливает. Я пока инструмент не скидываю. То есть ETF на золото я не скидываю. Хотя ETF на золото, это не то же самое, что золото. Я надеюсь, вы понимаете этот момент. Но, тем не менее, я инструмент не скидываю в ожидании, что золото и дальше пойдет наверх. Потому что сейчас, несмотря на такую коррекцию, которая формируется, и несмотря на тот флэт, который формируется, мы видим, что у нас накапливаются объемы. Объемы просто так накапливаться здесь не будут. Вот давайте мы с вами подумаем. Если мы предполагаем некие развороты, и что в рынках у нас, соответственно, отменяется мировой финансовый кризис, как написал SXD, да, у нас в чате. Вот. Тогда мы предполагаем, что если рынок начнет разворачиваться, здесь топлива в рынке для разворотов вполне хватает. Вполне хватает. Тут рынок перекупили. Очевидно, что рынок сейчас перегрет. Это понятно. И, конечно же, на этой, собственно говоря, перекупленности, на стопах вот этих вот покупателей рынок может очень сильно упасть. Поэтому накапливать объемы на разворот не имеет ни малейшего смысла. Достаточно сделать небольшой, собственно говоря, рыбок, чтобы рынок бац и упал, как это произошло, например, вот здесь, да. Поэтому мы предполагаем, что если объемы сейчас накапливаются, с большой вероятностью это накопление, оно, конечно же, будет расформировано в сторону ланга. То есть в сторону дальнейшего движения вверх. Вот такая, собственно говоря, простая логика. Эта простая логика, она относится к долгосрочному анализу. Мы еще раз на следующей неделе вернемся и сделаем анализ золота. Пока торгуем вот такую локальную картину. Верхняя граница 19.60, нижняя граница 19.26. Торгуем в рамках, соответственно, данного лета. Продолжение следует... Продолжение следует...